В эфире ОУЮ Радио. 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 В эфире ОУЮ Радио ОУЮ Радио. В эфире ОУЮ Радио. В эфире ОУЮ Радио. Ну, для этого, наверное, всегда нужна какая-то не только расслабленность, да, а как бы движение диалога, да, если оно распределяет, располагает человека к этому, то юмор начинает выходить сам по себе, это вещи непрогнозируемые, по крайней мере, никогда не включал этот механизм автоматически. Это происходит чисто по-своему. Ну, тоже тогда посмотрим, как мы сегодня, что у нас будет, драма, комедия или трагедия, если говорить языком театральным, или какое музыкальное произведение мы с вами напишем, насколько оно будет драматично или нет. Сейчас мы импровизируем и создаем произведение в режиме реального времени. Насколько оно будет полезно, зависит от двух вещей, я считаю. Это вопрос, который мы поднимем, искренность, с которым мы будем отвечать на эти вопросы, и опыт, который есть у каждого из нас, насколько мы его действительно используем, отвечая на эти вопросы. И вопросы, которыми мы работаем, есть, на которые давно найдены ответы, и, в общем, никто не сомневается, что оно так и есть. А есть вопросы, настолько долго и еще долго будут открытые кейсы, что мы с вами можем уплыть в размышлениях, иногда философских, но они тоже ценны. И дело в том, что люди, которые смотрят эти подкасты, многие находятся в поисках, опять это слово используя, стаи своей, единомышленников. То есть вот эта потребность в живой интеллектуальной беседе, даже если мы не даем каких-то секретов успеха, или вот этот точно один найденный инструмент мотивации, когда все вокруг тяжело, а ты так страстно любишь, и что тебе сделать, что нужно сделать, чтобы следующий шаг случился по пути к твоей цели. Я про людей, которые достигли мастерства, но не достигли каких-то для себя самих представленных вершин. Понятно, что большая часть проактивных людей перфекционисты, и добираясь до одной вершины, идут к следующей вершине. Тоже просто предупреждаю зрителей, и напоминаю о том, что я уже здесь наблюдал в беседах, что мы иногда будем оставлять вопросы без ответов. Я с цитаты хотел начать одной сегодня. Господин Грин, Роберт Грин. Это «Законы власти», если помните, это «Законы войны», книга, и это «Мастер игры». Чуть-чуть дурничать, если можно, да? Да, да. Так вот, Роберт Грин написал такую цитату. «Часто самым большим препятствием на пути к мастерству становится эмоциональная опустошенность. Самым большим препятствием становится эмоциональная опустошенность в ответ на сопротивление окружающих нас людей и их попытки манипулировать нами. Мы неверно трактуем намерения окружающих, и поэтому наша реакция порождает непонимание, а то и враждебность. Социальный интеллект – это способность видеть людей в как можно более реалистичном свете. Плавно лавируя в своем социальном окружении, мы экономим время и силы, нужные для учения и приобретения навыков. Успех, достигнутый без этого, не настоящее мастерство, и его не хватит надолго». Речь о социальном интеллекте. Такая для меня очень интересная вещь, потому что много говорили об эмоциональном интеллекте. На самом деле, наверное, как и во многих вещах, найти сразу ответ на такой вопрос очень тяжело. И попытка любого человека найти какое-то правильное решение, ответ на все вопросы, прослушал некие вебинары, лекции – это тоже вещь нужная, безусловно. Но искать панацею и рассчитывать, что ты получишь ответ, где по полочкам, по алгоритму будет расписано действие, пункт 1, 2, 3 и далее, и в конечном результате вы достигнете какого-то колоссального успеха. Это заблуждение, на мой взгляд. Почему? Потому что каждая ситуация, в которой мы находимся в данный момент, она уникальна. Она уникальна за счет того, что нас окружают различные люди, различные условия, различные исторические факты и реальности. И то, что было, скажем, успешно у кого-то при тех окружающих факторах, которые у человека, скажем, привели его к успеху, в данном случае результат может оказаться абсолютно противоположным. У меня тоже нет ответа на этот вопрос. Нет пунктов 1, 2, 3. Есть, наверное, какие-то, не знаю, мои личные жизненные принципы, которым я следую независимо от того, в какой ситуации я нахожусь, какое окружение у меня. И это, наверное, универсальные точки такие. Назовете? Ну, на самом деле они банальные, простые. Первое – это, ну, наверное, всегда доверять своим эмоциям и действовать на основании своих умозаключений. Это, опять же, здесь нет, наверное, какого-то готового решения. Любая ситуация, которая вас окружает, она требует, наверное, какого-то анализа глубокого или неглубокого, поверхностного. Но, тем не менее, вы должны для себя в голове построить, наверное, какую-то четкую. Вот для себя вы должны понимать, как я буду действовать в этой ситуации. У вас в голове ваш личный пункт 1, 2, 3, он должен построиться в результате того, как вы оценили эту ситуацию лично для себя, не полагаясь на мнение других людей. У меня это работает. Это, наверное, на каком-то уровне, не знаю, подсознание, или, может быть, это какая-то привычка с детства. Я все время всегда возвращаюсь с детства. Почему? Потому что считаю, что это хороший заложенный базис в детстве. Это, в общем-то, и гарантия того, что человек будет жить по определенным правилам, которые будут соотноситься с правилами общества, с теми законами, которые существуют. Да, да, конечно. Может быть, это я в свое время, например, но я просто немножко тоже окунусь. Профессионально этим не занимался, но у нас в семье дедушка, отец регулярно играли в шахматы. Причем папа играл на уровне очень высоком. Он, опять же, не имел какого-то гроссмертевского статуса, но, тем не менее, был, например, такой исторический факт, сеанс одновременной игры в ДК машиностроителей, отец на МЗ работал. И туда приглашен был Тигран Петросян, если знаете, чемпион мира. Да, как сыграли. Да, сеанс одновременной игры. И вот из всего там людей было колоссальное количество. Шахматы в Советском Союзе, в общем-то, находились на очень высоком уровне, да, играли на него с них все. И отец единственный, кто выиграл у Петросяна. Выиграл? Да. Есть памятная шахматная доска с подписью. Ну вот, частенько мы с папой вечерами после работы засиживались. Ну, скажу так, наверное, вот этот толчок, который ты анализируешь всегда ситуацию, да, ты в голове, причем, опять же, это не академическая игра в шахматы была. То есть это не было привязка к каким-то решениям каких-то партий, да, которые были сыграны там на чемпионатах. Нет, абсолютно. То есть ты включаешь мозг постоянно и сам высчитываешь, да. Ты можешь ошибиться, можешь не ошибиться. Но, тем не менее, результат, который ты получаешь, это твой результат. Вот, наверное, ставка чисто на свои умозаключения, свои выводы, вот она, наверное, работает. В большей степени это все-таки дает хороший толчок к тому, чтобы человек в будущем, в любой ситуации мог найти свое решение. Это основной, наверное, поинт. Так. Думаю, что это. Ну, из таких вещей, которые, вот скажем, по мере взросления, становления и всего остального, тоже пришли. Ну, во-первых, если человек, как мы говорим, да, это существо социальное, мы понимаем о том, что находиться вне общества закрытым, где-то локализованным не получится. Точнее, некоторым индивидуумам это удается, но как бы мы понимаем, что не асоциально, да, по сути, по своей. Когда вы управляете неким коллективом, есть одно золотое правило, которое я придерживаюсь всегда, это слушать. Слушать подчиненных, слушать коллектив, слушать людей. Ни коим образом не мешать инициативам. Если вы помогаете, если вы поддерживаете инициативы любого подчиненного, это в результате дает неимоверный выхлоп. Почему я объясню? Потому что на фоне успеха этого человека вы получаете, ну, для компании, да, наверное, большой социальный бонус в виде промоушена, да. Здесь компания, в которой вы можете раскрыться, да. То есть для любого человека, творческого человека, если мы говорим, что мы хотим видеть на сегодняшний день, ну, по крайней мере, все позиционируют этот тренд. Мы хотим видеть в коллективе креативных, талантливых, деятельных. Вот это та часть, которую надо любой ценой поддерживать. Причем, ну, зачастую тяжело просчитать, каким будет выхлоп, да. Но, опять же, не надо бояться ошибок. Ошибка – это опыт. Ошибка – это только лишь ваш багаж, который вы несете за собой и который вы можете в любой момент достать и сказать, нет, я уже этим путем шел, вот там вот, в той ситуации была ошибка, так я уже не пойду. То есть это, безусловно, вот это, наверное, две вещи основные. Остальное все это… Я, например, вот считаю, что в нынешней ситуации, когда у нас информационные, ну, скажем, нас окружает информация в любом виде, она доступна, она динамична, она мобильна. Изучение каких-то, ну, скажем, таких глубоких наук – это просто, ну, наверное, в какой-то степени вы засоряете свой мозг лишней серой информацией. Вот откровенно скажу, почему? Потому что, во-первых, мы находимся в состоянии постоянного изменения, да. То, что вы на сегодняшний день для себя принимаете как некую аксиому, как константу, буквально на следующий день может разбиться и не работать абсолютно. Это, наверное, вот этот путь к soft skills, да, о котором всех сейчас говорят, то есть гибкость, да, agile, гибкость и возможность адаптации быстрые под измененные условия. Вот это, наверное, такие вот факторы основные, которые бы я на сегодняшний день считал для человека нужным. Спасибо. Вы генеральный директор компании уже много лет, и мы как-то говорили с вами о том, что это далеко не первый опыт руководства. Вы предприниматель при этом? Наверное, нет. Наверное, нет. Скажу так. В чем отличие? Ну, когда у меня были в жизни попытки начать собственный бизнес, я не знаю, по какой причине, у меня все время как бы судьба судьбинушка все время хватала за руку и не давала этого сделать. Хотя говорят, что вот ссылка на некие там побочные факторы, которые у вас останавливают достижение некой цели, это такое типа отговорки. Нет, тут были такие остановки высокоуровневые, да, когда у вас, например, ну, я приведу такой пример, когда у вас есть уже здоровый финансово бизнес-проект, когда вы нашли инвестора, когда все просчитанные со всеми издержками экономика проекта нормальная, здоровая и хорошая дают результат. И вот уже намечен, например, на там завтра, послезавтра подписание контракта на поставку из-за границы первой партии товаров. Тут вдруг происходит кризис 2008-2009 года, резкий курс доллара. В результате вся эта экономика просто ложится. И вы понимаете, что движение вперед, оно абсолютно бессмысленно. Да, почему? Потому что, ну, это откровенный убыток, и что бы вы данной ситуации не делали, вы как бы остаетесь в проигрыше. Этот проект как бы умирает. То есть таких случаев на самом деле было несколько. И я, честно говоря, для себя, в общем-то, не ставил никогда цели там каких-то колоссальных больших заработков. Нет, поскольку вот, наверное, по жизни человек тоже, я считаю, наверное, творческий. Это не выражается в том, что я там рисую картины, играю на рояле. Нет, абсолютно. Я чистый технарь. И творчество мое заключается в том, что, ну, например, почитал много публикаций там о умном доме. Мне захотелось это реализовать. Я живу в своем доме. Ну, вот, скажем так, полностью своими руками система, которая позволяет на сегодняшний день очень серьезно экономить, например, затраты по обогреву дома, вот, начиная полностью от электроники, от датчиков и заканчивая до монтажа всей системы трубы, радиаторы и все-все-все-все-все. Это тоже один из примеров, да. Это тоже творчество, я считаю. Абсолютно верно. Если человек постоянно находит для себя сферы, где он может применить свои, там, навыки, интеллект, знания, ну, вот, мне это было всегда более интересно, чем получение прибыли, скажем, от какого-либо проекта или получение очень сверхвысокой заработной платы. Это все было, как бы, да, деньги – это инструмент. Деньги – это инструмент для того, чтобы можно было спокойно заниматься тем же творчеством. Ну, вот, наверное, я не могу вам сказать, что вот у меня цель такая предпринимательская. Нет, нет, абсолютно нет. Из того, что вы говорите сейчас, позвольте мне пару терминов, как я их вижу, потому что есть бизнесмен, есть предприниматель, для меня есть некое отличие. Предприниматель корнем содержит слово «предприимчивость». Это человек, который действительно предпринимает. Бизнесмен, человек бизнеса, все-таки структурен, часто ретроград, действует классическими, наименее рисковыми способами, действительно может быть ориентирован исключительно на извлечение прибыли в том деле, в котором он делает. Предприниматель для меня более рисковый персонаж, именно поэтому мы знаем серийных предпринимателей, но не знаем серийных бизнесменов. То есть это даже такая уже исторически сложившая история. Мне нужно понимать, что если предприниматель ведет страсть, то что может быть страстью генерального директора, в вашем случае, на вашем примере, что может вести вас быть лидером, если вы не предприниматель? То есть это предприниматель, если она где-то в другом месте, вот как вы описали с домом. На самом деле, опять же, вот подход, когда любое место работы, да, чем бы я ни занимался, мы общались, да, я рассказывал, в течение трудовой деятельности произошло такие четыре кардинальных сменные направлений. Может быть там, скажем, последние два-три места работы, это был чисто уже верхний менеджмент, да, и переходя из одного направления в другую, в принципе, ну, менялись некие составляющие, да, но общий фактор, общий объем работы, да, он оставался. И у меня, наверное, просто опять же вот сформировал, что если делать свою работу хорошо, привычка, да, навык, делать свою работу хорошо. Нельзя назвать работу генерального директора страстью, да, это, опять же, не являлось целью, для меня, по крайней мере. Так, опять же, исторически в свое время получилась ситуация, когда, находясь на работе, такой вот в должности начальника отдела снабжения, когда в кабинет вошли состав учредителей из четырех человек, и я сначала так опешил, говорю, что случилось, нет, ничего, все хорошо, мы решили, что с завтрашнего дня ты будешь директором. И как Жванецкий говорит, а меня вы решили не спрашивать? Он говорит, нет, почему, вот мы и спрашиваем. Ну, вот так с тех пор как бы и получилось, да. Что повлекло, почему такое решение было принято? Ну, мне тяжело судить, может быть, потому что тогда, находясь на этой должности, действуя нестандартно, помимо там каких-то стандартных складских вопросов, я вмешался немножко в работу в бухгалтерии, навел там порядок, я вмешался немножко в вопросы производства, потому что мне надо было получить от них элементарные какие-то сводки по потребностям и делая логистику всего производства, да, я уже мог формировать складские запасы, да. То есть, вот, наверное, более глобальная, опять же, оценка ситуации предприятия, находясь даже на более низком уровне, вот привела хозяев к решению о том, что на этой позиции я буду более, как бы, интересен для них. Ну, вот, опять же, в любом стандартных, я очень не люблю шаблоны и стандарты, очень не люблю. Когда человек думает стандартно, это неинтересно, прежде всего, абсолютно. А во-вторых, это вот как раз тот момент поиск новых решений, да, о которых мы говорим. Они иногда кажутся абсурдными, но, тем не менее, результаты показывают абсолютно противоположное. То есть, ну, как пример, какой пример? Ну, перед этим, это, опять же, чисто технические навыки, приобретенные в процессе жизни, да, помогают иногда делать такие вот нестандартные вещи. Полностью проанализировал конструкцию печатной машины, английского производства. Было принято решение немножко ее переоборудовать. Буквально, реально, ну, вот, чисто конструкторские решения, они не глобальные, но они позволили, ну, многократно повысить качество печати. И когда с представителем производителя этой машины ты встречаешься на выставке, да, и показываешь ему образцы, да, это была Москва, по-моему, 2001 или 2002 год, да, да. И представителем английской машины, английской компании ты встречаешься, показываешь образцы, он спрашивает, а на чем вы печатали это? Он говорит, ну, как, мы вообще-то вот две машины вашего производства имеем, они единственные на тот момент были в Украине, они находятся у меня на производстве. А он смотрит и говорит, ну, наши машины так печатать не могут, вы меня обманываете. Я говорю, нет, ну, приезжайте, посмотрите. И когда я ему объяснил, что была сделана некая модернизация и какая, ну, вот, честно говоря, тогда прозвучало в ходе того, что, ну, неофициально такое предложение, а давайте, может быть, вы к нам работать перейдете. Ну, как бы тогда в этом необходимости не было, но реально, ну, то есть, это нестандартный подход, при этом это даже шло частично в нарушении принятых канонов полиграфии. Ну, это давало очень хороший результат. В IT вот здесь, когда мы работали, работаем здесь, может быть, сложнее быть нестандартным. Почему все-таки процессы настолько действительно алгоритмированы, стандартизованы, точнее, даже нестандартизованы, они идут с потоком, который, в принципе, ну, наверное, на сегодняшний день действительно построен таким образом, что вмешаться в него крайне тяжело. Но, тем не менее, как для директора, у вас всегда есть поле, где вы можете, например, проявить тот же самый креатив в построении команды, да. Ну, здесь поле не паханное, я скажу сразу. Почему? Потому что стандартные подходы, которые есть, они хороши, но всегда можно, можно проявить там с нароку, можно проявить фантазию. Благо на сегодняшний день, скажем, возможности действительно колоссальные, когда, ну, например, там стандартные корпоративы на 8 марта, на Новый год, ну, у нас, например, они проходят, мы никогда не повторяемся. Вот 10-10 лет компания, и мы стараемся постоянно каждый год делать что-то новое, да. И это очень хорошо работает. Ребята с удовольствием откликают, они знают, что впереди все равно что-то будет, что будет отличаться от того, что было предыдущие года, да. То есть, ну, вот, креатив должен быть везде, безусловно, но научиться этому, мне кажется, невозможно. Это вот то, что мы говорили, это, по-моему, закладывается все-таки в детстве. Ну, в вашем случае, ну, у меня сложилась такая картинка, вам всегда больше всех надо. В том месте, где вы оказываетесь, вы начинаете модернизировать, совершенствовать процессы, искать новые пути, искать возможность проявить свое творческое начало. Творчество, вы абсолютно правы, вы просто сказали об этом довольно мягко, я скажу еще, творчество, креативити, это навык созидания и потребность этого созидать. А уже инженер, музыкант или иллюстратор, дело второе. Второй момент. Soft skills, мягкие скиллы, так называемые, изначально, и судя по тому, что вы говорите про закладку в детстве, это, на самом деле, hard skills, это фундамент. Мы не можем фундаментальные навыки, например, способность анализировать математические задачи и развивать математическую смекалку, и вообще желательно бы ее поддерживать ежегодно. Мы не можем это назвать мягкими скиллами, которыми мы займемся после того, как освоим какую-либо профессию, устроимся на какую-то высокооплачиваемую работу или устроим, наконец, дела в собственном созданном бизнесе. И мои переживания связаны с тем, что вроде как это очевидно. Каждый раз, когда я с кем-то разговариваю, со мной люди соглашаются. Далеко не все из них после наших диалогов устраивают такие трансформации в своих командах. Неважно, передо мной генеральный менеджер, собственная компания или фрилансер. О разговоре, да? Согласен. Окей. Я вам предлагаю буквально перевернуть hard skills и soft skills. Конкретно это может выражаться в проценте времени в день, который ты уделяешь развитию того или иного навыка, тому или иному делу, которое ты делаешь. Люди не доверяют. Люди думают, что оно прокатит. То есть, если я занимаюсь шахматами, освою музыкальный инструмент через 10 лет, а пока я позанимаюсь тем, чем я привык, то оно подождет. Не так опасно. Что может мотивировать людей действительно развивать вот этот креативити, при том, что они не должны бросать свое основное дело? И я же не об этом. Я как раз о том, чтобы искать мотивацию. Повторю, в занятии скрипкой, в занятии шахматным мастерством, в занятии изделий из дерева, пожалуйста, делайте, или вот модернизируйте дом, сделайте умную систему. У кого где лежит душа? И в этой фразе тоже очень многое лежит. Душа, так действуй. Почему откладывают? Тяжело, это индивидуально, безусловно. Я вот чисто для себя, те вещи, о которых мы говорили, вот этот креатив дома и все остальное, мы начинали разговор, когда прозвучала фраза о том, что мы находимся, опять же, в довольно таком сложном историческом моменте, где присутствуют довольно жесткие манипуляции, да? То есть, нами постоянно пытаются управлять. Часто и густо средства массовой информации выводят человека из состояния равновесия, да? То есть, негативная информация, которая на нас попадает. Есть объективная, там, связанная с военными действиями. Есть много, действительно, на мой взгляд, таких крайне гиперболизированных, да, моментов, которые, накладываясь, там, например, на проблемы на работе, да, и вот эти вот все спущенные сверху, на мой взгляд, негативные ощущения человека, они его приводят в состояние, ну, действительно, крайней апатии, безразличия, и, ну, сам проходил порой через эти вещи, да, но, опять же, жизнь, наверное, научила, не знаю, опять же, я никогда не ставлю перед собой задачи, в данном случае тоже это не было какой-то задачей, но нахождение отдушины, выход из этого состояния, я всегда находил только лишь вот через вот эти креативные вещи, да? В конце концов, иногда задаешь себе вопрос, там, ну, ну, не может же быть, что так плохо? Утро встало, солнце, красота, погода хорошая, даже дождь тоже хорошо. Не может быть все так плохо. В конце концов, ты же остаешься ты, ты должен жить, ты должен, ну, не знаю, просто чувствовать кайф от жизни, да, не от работы, а от жизни. И вот это, ну, меня, по крайней мере, очень часто мотивирует, подталкивает выключить телефон, не смотреть телевизор, да, и уйти в какое-то дело, которое бы позволило отвлечься, прежде всего, которое бы построило, позволило настроиться на какой-то действительно оптимистический, да, поток. И это очень, очень серьезно помогает, очень серьезно. Выход для каждого здесь, безусловно, свой, и это может быть музыка, это может быть спорт, это может быть животное, да, прогулки вечером, не знаю, там, велосипед, выезд просто за город на природу. Но это надо, безусловно, делать. Это позволяет человеку, по крайней мере, перенастроиться, да, и получить тот вот эндорфин, да, удовольствие, элемент удовольствия от жизни. Ну, вот, наверное, только таким способом. Так, а давайте портфантазируем, а если внедрить это в саму работу? Ну, смотрите, это, скажем, внедрить в работу, внедрить работу можно, но это можно сделать, опять же, коллектив, например, в котором мне очень нравится, вот, скажем, IT, да, почему? Потому что ты находишься в окружении образованных, интеллектуально развитых людей, у которых масса, масса направлений, увлечений, то есть это не замкнутые, там, какие-то роботы, которые только лишь давят на клавиши, да, и смотрят на экран. Нет, безусловно. Я могу перечислять, у меня и работали, и работают ребята, которые, например, имели свои, там, рок-команды, да, писали музыку, песни. Были ребята, которые очень хорошо занимаются и продолжают заниматься сильно на высоком уровне, это призовые места в пауэрлифтинге, причем как мужчины, так и девушки. Фотография, да, есть ребята, которые с удовольствием это делают, фотографируют. Ну, увлечение, там, велосипед, кто-то любит справляться на байдарках по рекам, да, то есть вот есть пару человек, Южный Бух, каждый год, это минимум месяц там, и люди получают от этого, ну, действительно, перечислять можно очень-очень много всего. Создать какое-то нечто общее для них на работе, да, которое бы позволяло им там, как бы, реализоваться в этом направлении, ну, тяжело, потому что слишком разные направления. Общая просто атмосфера вовлечения в какие-то, опять же, вот у нас, например, корпоративные мероприятия, когда проходят, мы стараемся максимально охватить всех, даже по элементам подготовки. Зачастую ребята очень хорошо там себя проявляют, действительно, это и помогает, и они чувствуют себя причастным ко всему этому, и это еще больше сплочает коллектив. Иногда это даже, кстати, вот тех людей, которые уже закрываются, да, вот они из этой своей скорлупы, из ракушки вылазят, да, и вот на таких вот мероприятиях они проявляются очень-очень интересно. Были случаи, когда замечательный программист, сильнейший, человек, с которым вот сейчас, в данном случае, я могу отнести его уже даже не просто к сотрудникам, а к друзьям, да, я никогда не знал, что он, например, настолько увлекается рок-музыкой, и когда на одном из корпоративов он пришел вот именно как классический рок-музыкант, бандами, там, со всеми наворотами, которые как бы люди этого направления, да, любят использовать, и когда оказалось, что он знает там чуть ли не всю дискографию рок-групп, там, 70-х, 80-х, 90-х, да, это был для меня шок, и он действительно слушает эту музыку регулярно, у него хорошая аппаратура оказалась дома, а до этого вот ты работаешь с ним, да, он был немножко замкнут, да, и вот после этого вечера он раскроется, то есть это тоже позволяет налаживать с людьми контакт, безусловно, то есть. Но я говорил не про некое общее для всех занятие, в принципе у вас получилась очень гармоничная как раз история в команде, во многом это благодаря вам, спасибо огромное, что вы это делаете, каждый вот эту страсть свою уже внедрил в работу, то есть то, что вы об этом знаете, о людях, с которыми вы работаете, говорит о том, что вы они этим заняты не после шести, то есть все, и это разговор табу, а вы с ними общаетесь с девяти до шести, например, или там другой, неважно, график работает, класс, хорошо работает, супер, тогда те, кто не оттачивает свое мастерство в этих так называемых soft skills, это, возможно, люди, которые еще в поисках находятся, и в общем нам все, что остается, нам и культурным центром, каким-то культурным сообществом, все, что остается, это предлагать различные лаборатории, мастерские, диалоги в том числе, ивенты в том числе, где люди могли бы это пробовать, 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 в какой-то момент они остановятся на каком-то месте, выберут какое-то дело, и будут в нем совершенствовать мастерство, что, я считаю, позволит им и долго жить, и счастливо жить, это же основные цели, особенно для проактивных, которых я так берегу. Сейчас у меня чуть еще вопрос, вот мы говорили про то, что вы такую атмосферу создали, и я вспомнил, что есть довольно новый тоже термин, инвесторы влияния, инвесторы влияния, сейчас же у меня создается именно такой клуб, не у меня, он создается вокруг хаба, которым я занят тоже, и вот эти инвесторы влияния, каждый из них оказывает свое влияние на целый пласт культуры современной, участвуя либо в большом проекте, который называется культурный центр, iColking Hub, либо в отдельных проектах, например, фотофорум или архитектурный форум и так далее, и они там проявляют уже свое креативити, поскольку они предприниматели, проактивные и прочее, прочее. Инвестор влияния, вы себя таковым считаете? Давайте так, фраза состоит инвестор и влияние, да? Вот. Инвестор, инвестор. Ну, наверное, в классическом понимании инвестирования, да, я просто чуть выше сел, да, в классическом понимании инвестирования, ну, то, что позволяет мне, скажем, наверное, на сегодняшний день мое финансовое положение, я это делаю, делаю в различные, там, скажем так, направления, но, наверное, я это делаю именно из-за понимания того, что, ну, не будет движения у города, у страны, если не помогать различного рода хорошим начинаниям, которые нас окружают. Почему? Потому что слишком долго, конечно, в Украине мы пережили вот момент, когда государственное финансирование полностью прекратилось на развитие спорта, на развитие культуры, здравоохранения, ну, можно эти перечислять очень многие вещи, многие факторы, да, и если сейчас не помогать, то, к сожалению, наверное, мы можем прийти к ситуации, когда, ну, не знаю, лет через пять здесь останутся одни пенсионеры, молодежь себя выведет за пределы Украины, и страна просто превратится в какой-то, ну, не знаю, там, аграрный придаток, где будут там несколько крупных компаний, просто убивая природу, собирать урожай ежегодно, и все. И на этом вся Украина закончится. Какие продукты тогда инвестировать? Для меня выбор в образование, например, да, вот это для меня, для меня выбор в культуру, для меня выбор в любительский спорт. Это то, куда я уже повкладывал деньги. Много-много лет там лежат мои деньги. Прибыль на умноженный капитал я ожидаю получить в виде реализованных проектов, которые я вижу, мне хорошо. Ну, все верно. Как у вас? Ну, это примерно то же самое. То же самое и я абсолютно поддерживаю и в принципе влиять, влиять, да, я могу опосредованно таким образом, если мы говорим, да, инвестор влияет, повлиять на ту ситуацию, которая будет в перспективе в будущем. Ну, наверное, все бы мы хотели жить в процветающей европейской стране с хорошим бизнес-климатом, с хорошей культурой, спортом. Да, наверное, вот таким образом это попытка через инвестирование попытка повлиять на ситуацию, попытка помочь стране выйти из этого положения и действительно страна, в которую я очень верю. Почему? Потому что потенциал все-таки у нас он бешеный. Я просто знаю многие вещи, которые делались и делаются вопреки той финансовой ситуации экономической, которая нас окружает. Я просто снимаю шляпу перед людьми, потому что люди делают это в свободное от работы время, они инвестируют свое личное время и свои средства порой и продолжают это делать. И они пока и пока не афишируются, но я могу сказать точно с точки зрения даже технологических вещей, ну это уровень прорывных технологий, которые может быть при хорошем стечении обстоятельства создадут конкуренцию даже таким скажем людям, как Илон Маск. То есть я верю в это. Все-таки люди в Украине это колоссальный капитал. Ну да. Вы тоже заметили. А национальные идеи об этом размышляли в Украине и она сформулирована? Вот чего не хотелось бы вообще как бы касаться этого вопросов национальной идеи по одной простой причине. Национальная идея она хороша, но она хороша только лишь тогда, когда первое а. Люди в нее верят, б. создаются для того, чтобы эта идея не засыхала на уровне лозунгов, а она развивалась и шла к людям. Для этого прежде всего государство предпринимает определенные шаги. Я не буду сейчас говорить за политику, это дело неблагодарное. Я не про политику. Но я вообще в принципе да, я понимаю. Национальная идея, она это вот скажем так, я ее всегда ассоциирую каким-то наверное ростком. Вот есть семя положили в начале и то, как она будет расти, как она будет развиваться, это уже будет зависеть, будет ли ее поливать, будет ли ее там как садовое дерево для формирования подстригать немножко, придавать определенную форму. Вопрос, кто это будет делать. Откровенно говоря, мне кажется, государство сейчас в этом не заинтересовано. или неспособным. Хотя да, тут вопрос тоже про учиться, учиться. Я смотрю, что действительно очень много людей, которые приходят во власть, к сожалению, прекращают свой процесс обучения, а поскольку приходят довольно рано, то довольно рано его прекращают. В итоге мы видим таких неудачи. Любой человек будет успешен и профессионален в том месте, где он находится, если он продолжает процесс обучения. Если он его прекращает, по разным причинам, к сожалению, мы видим неудачи. Другой у меня вопрос тогда. Просто я себя отношу все-таки к космополитам. Для меня идея человечества и мы, как жители планеты Земля, она превыше любой национальной идеи. И я так до сих пор и не разобрался. Точнее, все, что я обнаружил, когда изучал различные национальные коды, культурные коды. Если не брать религиозные, то я не могу очень точно вам сказать, чем отличаются турки от украинцев, от голландцев. Я не могу кроме этого слова. Да, я вижу какие-то ценности, которыми не гордятся, но это, как правило, конкретные произведения искусства. То есть, фактически, да, вот такой-то голландец создал вот такое великое гениальное произведение, поэтому мы этим гордимся. опять же, здесь я не знаю, ну вот, извините, что я перебил, да, я бы вообще вопрос национальности, да, то есть, мы говорим национальная и национальность, национальности я бы вообще как бы его не рассматривал в принципе в априоре, во-первых, это смешно, например, в нашем Днепропетровске говорить о национальности в принципе, это действительно многонациональный город, да, это многонациональный раз, во-вторых, мы знаем прекрасную историю, на этой территории была и татаро-монгольская ига несколько сот лет, да, это и фактически в составе Российской империи больше трехсот лет, и казачество, и еврейство, и украинство, где в принципе мы понимаем прекрасно, что эти территории постоянно переходили из рук там поляков к туркам, от турков к литовцам, ну, в общем, здесь замес, наверное, такой вот, в мире такого нигде не найдешь, да, и зачем далеко ходить две мировые войны, все военные действия проходили в основном на территории Украины, да, то есть поэтому национальная идея это вот гордость той страной, которой ты живешь, вот это да, я уверен на сто процентов те же голландцы, я вот был этой весной был в Латвии, в Польше, это гордость за свою страну прежде всего, это вот это национальная идея, когда ты можешь сказать, я живу в Украине, и при этом у тебя начинает биться сердце, у тебя, ну не знаю, ты в душе какие-то, ну не знаю, такие положительные только эмоции, вот это национальная идея, все остальное это намывное, это мусор, и другого ничего не должно быть, вы обратили внимание, например, как резко и как мало стало в телевизионной рекламе элементов, связанных с Украиной, если там, скажем, 14-15 год, эскалация военных действий, да, и мы постоянно какие-то видели там, то ли наши ребята на передке, которые воюют, да, и постоянно рекламирование шло, и потом как-то это резко ушло, оборвалось, я вот задаю вопрос себе, ну, ребята, к чему вы хотите в дальнейшем прийти, я понимаю, что это реклама, за нее надо платить деньги, но государство, по-моему, упускает и намеренно упускает самое-самое противное, самое важное, да, самое то, что должно у человека формировать его национальную идею, он должен знать, что в стране помимо убийств, каких-то ограблений, всего остального, существует масса хороших вещей, масса вещей, которыми он бы мог гордиться, которые бы позволяли действительно гордиться этой страной, вот это национальная идея, все остальное это мусор. вот прекрасно, мы проанализировали, действительно пришли очень хорошему ответу, получается, что вопрос гордости за ту страну, где я живу, а дальше мы, это зависит уже от того, насколько масштабный человек мыслит, он может гордиться за свой дом, за свою семью, за свой город, страну, ну и дальше как хватит. Вот вопрос сейчас, гордиться, это когда, и вообще благополучие вопрос, это когда получается, получается много, получается и у меня, и у моего сообщества, и вот у того, у незнакомца, которого я не знаю, но он тоже живет в моей стране, тоже получается, и получается красиво, получается ярко, элегантно, эстетично, на долгие годы, это касается величайших инженерных изобретений, это касается величайших произведений искусства, которые создаются сегодня здесь в реальном времени вот какая история получать то есть мы нам нужно делать две вещи помогать людям эти вещи создавать почему это толковало вот этом мастерстве который развиваете и ни в коем случае не называете это со скиллами почему я толковал о том что нужно продолжать учиться бесконечно и если в детстве заложено кстати приглашаю вас играть шахматы со мной если я уже честно говоря за шахматную доску не садился наверно лет двадцать буду рад вдохновить вас этой шахматной партии вспомнит же все равно голова сто процентов тут вопрос еще и процесса и еще один важный момент нужно много сми желательно независимых частных руках и принадлежащих целой группе людей очень разных то есть лидеры мнений совместно даже собираться в рабочие группы создавать радио пожалуйста онлайн очень простой формат писать подкасты создавать онлайн телевидение создавать прекрасные медийные порталы пусть это будет телеграм-канал что угодно лишь бы там была большая концентрация качественных новостей культуры науки искусства которые создают вот наш с вами современники но конечно вопрос национальности при том что многонациональный мир и в общем то я думаю что далеко не только днепр имеет такой замес по национальностям еще многие многие города вот я бы хотел чтобы подобных культурных центров подобных культурных диалогов было как можно как можно больше вас я точно отношу к инверсту влияния потому что вы мало то что вы на стороне добра на вы конкретными делами в конкретной единице времени доказываете что вам ценно то о чем мы сегодня проговорили вам ценно когда украинцы создают вещи которыми могли бы гордиться и за это еще раз большое спасибо я сейчас хотел задать буквально один вопрос он может быть вам то очевиден ответ на него будет а вот некоторым нашим слушателям может и полезно приходилось ли принимать решение вам вопреки мнению окружающих ну в принципе да в принципе да зачем вы это делали в этот момент ну наверное наверное это вот все таки когда ты имеешь возможность смотреть на ситуацию как бы с разных ракурсов да опять же то чем мы говорим аналитика существующей ситуации она позволяла мне принять решение которое надо шел разрез там общепринятого да или там даже у меня были случаи когда я делал решение которое шло в разрез даже было такое когда вышестоящая как бы инстанция но тем не менее результат был получен результат был хороший и как бы это мне сходило с рук до 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 сегодняшнего дня не знаю как дальше будет тем не менее такое решение принимать почему потому что вот действительно все таки вера на какие-то свои силы да уверенность наверно прежде всего и и вот умение посмотреть на ситуацию комплексе вот это наверное самое главное почему потому что зачастую когда решение к вам приходит за тысячу километров люди не владеют всей ситуации это объективно это не говорит о том что они не профессиональны но они не чувствуют ситуацию на кончиках пальцев да они и ним не могут действительно оценить ее полностью да вы берете ответственность это прежде всего да и принято решение ну скажу так зачастую это могу повлечь там прекращению карьера да то есть путь до увольнения тем не менее я шел на такую ситуацию и как бы пока выходил победителем скажем так то есть такие случаи были ну вот это еще одно качество которое я бы хотел сегодня отдать в эфир вы его уже носитель но многие мне видится поступаются собственными принципами сомневаются и делая выбор доверять себе или доверять этому большинству все таки совершают неверные поступки это категорически мешает эволюции категорически мешает эволюции поэтому берите ответственность на себя если хватает уверенности в собственных силах друзья то это вам просто особенно молодым предпринимателям берите пусть опыт может не хватать но вот это продвижение вперед оно возможно только еще не боятся делать ошибки не боятся ну почему не боятся боятся но делать ну страшно потому что когда ты да страшно и многие отказываются вообще действовать и ныло предпринимательство я знаю сколько людей ушло из предпринимательства потому что оно оказалось не так сладко это вообще не про большие деньги часто про очень сложную историю в итоге может быть и будут там большие деньги но мы знаем что генеральный менеджмент и тот или иной предприниматель могут одинаково в год получать деньги вопрос просто разные абсолютно способы этого проживания этого года однако если уже определились быть лидером принимайте на себя решение как можно больше мне полезна была эта беседа я снова утверждаюсь в том что мы правильное сообщество создали спасибо что вы в нем этот клуб продолжает расширяться я сейчас про наш клуб инвесторов в культуру в науку и в искусство я благодарю предлагаю на сегодня завершить о ю радио people business education а о Субтитры создавал DimaTorzok